На берегу Волги, неподалеку от Заволжска, расположена уникальная усадьба – студенные ключи. Вернуть былое величие комплексу зданий, построенных в начале 20 века, теперь изо всех сил стараются реставраторы. Это первый в нашем регионе объект, возрождение которого ведется на основе государственно-частного партнерства. Правительство помогает с оформлением документов и работой в архивах, а инвестор вкладывает средства. Это сейчас в главный дом не страшно заходить, а еще два с половиной года назад картина была совсем иная. У него не было крыши, окон, полов, потолков. Это как те храмы, которые стоят в заброшенных деревнях. Такой очень удручающий вид. И почему-то после посещения этого места такая появилась уверенность, что мы его сможем возродить. Долгие годы главный дом числился как выявленный объект культурного наследия. Совсем недавно усадьбе придали особый охранный статус. В прошлом году провели экспертизу. Александр Михайлович Чехомиров работал. Он признан памятником, поставлен на государственную охрану. Это с нашей точки зрения очень важно. Усадьба «Студенные ключи» была построена по проекту русского архитектора Владимира Адамовича на средство Николая Русского, который был потомственным дворянином, промышленником, меценатом. В стенах этого дома пел Шаляпин, музицировал Архманинов. Реставраторы, насколько это возможно, пытаются вернуть легендарной усадьбе первозданный облик. Очень много работаем с архивными данными. Мы полностью изучили жизнь нашего Николая Павловича Русского, основателя этой усадьбы. И удивляемся. Человек, который жил в Санкт-Петербурге, имел бизнес и управлял огромными производствами, начиная от Кавказа и заканчивая Уралом. То есть человек был такого российского масштаба. Как он здесь оказался, мы, к сожалению, еще не выяснили. Одна из главных проблем в деле возрождения усадьбы – кадры. Специалисты узких профессий приезжают из Иванова и Владимира. Но не хватает рабочих, на плечи которых ложится основная нагрузка на первом этапе установления усадьбы. Рабочие все местные, с деревень, с завозка. Как таковых мы из них за два года, кто со мной остался тут, по сути дела, они стали специалистами. Усадьбу «Студионные ключи» планируется превратить в туристический центр, на территории которого появится музейный комплекс, спортплощадки, отель для туристов. Такой мысли даже не было, чтобы здесь сделать что-то другое. Потому что здесь жили люди. После того, как началась революция, прошла национализация, это здание использовалось как больница, как санаторий. И поэтому здесь было много семей образованных, много людей здесь родилось. Ну как? Мы не можем. Не закрыть ворота от людей мы не можем. Потому что это должно быть достоянием всех. В главном доме усадьбы выполнены только подготовительные работы. Впереди – дорогостоящая финишная отделка и восстановление утраченных элементов декора. Несмотря на то, что все работы планируется завершить только к 2020 году, первые посетители появятся здесь уже летом. В 2015 году в «Студионных ключах» отметят двойной юбилей – 100-летие усадьбы и 150-летие со дня рождения нее основателя – Николая Русского. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Студионные ключи.